На прошлой неделе в пограничных водах Турции и Греции утонула турецкая семья. В результате крушения лодки, на борту которой находились 8 человек, погибла женщина и двое ее детей. Четверо пассажиров пропали без вести. Из Турции от преследований бежали уже свыше 10 тысяч сторонников исламского проповедника Фитхуллаха Гюлена. Их обвиняют в причастности к попытке военного переворота и в поддержке терроризма. В трагедии на границе выжил Фатих Яшар. Он рассказал телеканалу Евроньюз, что дольше пяти часов шел в мокрой одежде, пока не заметил солдата греческой армии, который доставил его в лагерь для беженцев. Все произошло очень быстро. Я не понимал, что случилось. Когда мы упали в воду, она оказалась такой холодной, как будто стрела пронзает сердце. Я не мог пошевелиться. Невозможно было вынести эту ледяную воду. Пару раз я захлебнулся. Когда лодка пошла ко дну, я лишь слышал возгласы «Господи, Господи!». Погибшая 37-летняя учительница Айши Абдоризак и ее муж Угур пытались бежать в Европу. Они были уволены с работы. Угур провел в тюрьме больше года. Фатих Яшар вспоминает. «Я заплакал. Я думал о том, что не смог спасти детей. Эти дети могли быть моими детьми. Мы все шли вместе. Одного ребенка я нес на себе. А что же теперь?» В Афинах Фатиха Яшара приютили знакомые. Но ему будет нелегко справиться с произошедшим. Из Афин передает корреспондент Евроньюз Михалис Арападзо Глу. «Такие путешествия связаны с риском для жизни. Но у этих людей нет иного выбора. В собственной стране их стигматизировали, называют их гюленистами. И у них там нет будущего. А те, кому удалось бежать, переживают за безопасность оставшихся в Турции родственников и близких». Από την Αθήνα, για το Euronews, Μιχάλης Αραμπάτζογλου.